МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Законодатели». И с вами я, ее ведущая, Ольга Панова. По традиции, в конце октября, начале ноября в Государственном совете Чувашии начинается активная работа над бюджетом республики на будущий год. Законопроект, который был разработан Министерством финансов, в Госсовет уже внесен. Теперь свое слово должны сказать депутаты. В ближайший месяц не единожды на разных площадках и в различных форматах парламентариям предстоит обсуждать, анализировать, спорить. Подготовка проекта республиканского бюджета к первому чтению началась в комитетах Государственного совета. Уже состоялись первые заседания, сделаны первые выводы. Объем доходов республиканского бюджета Чувашской республики на 2014 год планируется в объеме 32 миллиарда 405,3 миллиона рублей. К уровню бюджета текущего года 92,4%. На 2015 год в объеме 32 миллиарда 198,2 миллиона рублей. И на 2016 год 30 миллиардов 991,2 миллиона рублей. Показатели доходов республиканской казны финансисты строят на основе прогноза социально-экономического развития региона на 2014-2016 годы. При этом в основу идет наименее благоприятный сценарий. При прогнозе доходов также учтены изменения в налогово-бюджетном законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2014 года. С 1 января 2014 года бюджеты муниципальных образований будет отчисляться 10% от акцизов на нефтепродукты, поступающих в республику путем распределения федеральным казначейством по Смоленской области. Нормативы зачисления акцизов местной бюджеты утверждены приложением 2 к законопроекту. При этом утверждается норматив зачисления данного вида дохода бюджета всех муниципалитетов, бюджета муниципальных районов, бюджета городских округов и бюджета поселений. Таким образом, республиканский бюджет недосчитается 175 миллионов рублей, а бюджеты муниципалитетов за счет акцизов пополнятся на эту же сумму. Расходы бюджета в грядущем году прогнозируются на уровне 35 миллиардов 564 миллиона рублей. Это чуть больше 90% к уровню 2013 года. Формирование расходов республиканской бюджеты Чувашской республики на 2014-2016 годы впервые в текущем году произведено в программной классификации расходов на основе утвержденных кабинетом министра Чувашской республики 15 государственных программ Чувашской республики. Приложением к законопроекту приложены паспорта всех этих 15 государственных программ. Основная доля приходится на национальную экономику в 2014 году, это 12,4% расходов. На жилищу и национальных хозяйствах 5,9%, образование 29,5%, здравоохранение 28%, соцполитик тоже такой же доли занимает 20,8% и плюс остальные направления. Бюджет предстоящего трехлетия предусматривает планомерный рост трат на социально-культурную сферу. Если в 2013 году на социалку приходится чуть больше 63% всех трат Чуваши, то к 2016-му этот показатель составит 73%. Исходя из прогнозных цифр доходов и расходов республики, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,158,000,000 рублей. Это 14,9% к собственным доходам региона, что фактически является верхним пределом. Бюджетный кодекс запрещает превышать 15-процентный барьер. Если Минфин прогнозирует и фиксирует бюджетные показатели, то парламентарии, подавляющие большинство из которых имеют солидный управленческий и бизнес-опыт, старались найти возможные источники получения дополнительных средств. Сейчас очень много уходит разговоров о том, чтобы налогную имущество сделать базу дифференцированную, то есть брать за основу не кадастровую стоимость обеда недвижимости, а все-таки рыночную или приближенную к рыночной. В соответствии с этим, по моим разумениям, абсолютно цифра налога может возрасти кратно для бюджета республики. Были какие-то предприятия на расчеты? Причем, по-моему, уже в первом чтении законопроекта вот зума дошел. Были какие-то расчеты у вас применены, хотя бы на бросочки, в какую цифру мы можем выйти в этом случае? Спасибо. А налог на имущество на сегодня исчисляется по интервьюционной стоимости. Расчеты мы производили по законопроекту. Кто-то будет выигрывать, кто-то будет платить более повышенную сумму налога. Где-то рост два раза, два с половиной раза. А у кого, значит, имущество более с низкой кадастрой стоимости, они будут немножко выигрыши. Где-то будет от 80-90% от суммы налога, которые платят они сегодня. Такая процедура температуры по больнице, что мы будем получать? Вы сейчас называете сами цифры, что в два с половиной раза у одних возрастает, а у других на 20% меньше. По сути, мы должны в два раза выделить больше, что это налога будет. Налог на имущество, вот эта недвижимость, он 100% поступает в местные бюджеты. В республику не будет поступать. На сегодня, если, скажем, порядка 100 миллионов, поступает налог на имущество висит в свет, но приблизительно может быть поступление порядка 120-130. Однако стоит отметить, что данная прибавка никак не скажется на республиканской казне, поскольку данный вид налога отчисляется в бюджеты поселений. У нас сегодня какой-то недобор по налогам. Есть какая-то прогнозная цифра, например, примерно на собираемость, как я дал, надо быть, плановая, и собираемость, сколько на этого планово. Задолженность по налогам, включая пение и штрафы, во все уровни бюджетов держится где-то на уровне 2 миллиардов рублей. Это недоимка, пение и штрафы. Но из них где-то 80% это составляет налоги, недоимки, штрафы, невозможных в сыскании. То есть задолженность за организациями, находящимися в стадии банкротства или обанкротившись. Также портят бюджетную статистику и предприятия, работающие в Чувашии, но зарегистрированные в других регионах. Налог на доходы физических лиц, который мог бы оставаться на месте, уходит на сторону. Вопросы на регионизацию зародной платы, зарплаты конверта. Вот это имеется в виду, потому что уже много предприятий просчитали, мы теряем. Это налог, это наш налог, это налог региона, Обсуждение закона проекта продолжится. 7 ноября к диалогу подключится общественность, пройдут публичные слушания. Как привлечь инвестиции для развития индустриальных парков? Как простимулировать перевод транспорта на газомоторное топливо? И кому это выгодно? На 15-й сессии Госсовета парламентарии приняли целый пакет документов бюджетной, налоговой и социальной направленности. В двух чтениях депутаты приняли закон о вопросах налогового регулирования в республике. Он устанавливает для резидентов индустриального парка в отношении хозяйственной деятельности пониженную ставку налога в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов в размере 5%. При этом действующая ставка – 12%. В парке планируется размещение не менее 12 высокотехнологичных производств, организация дополнительных рабочих мест, обеспечение высокого уровня заработной платы. Законопроектом предусмотрено и снижение транспортного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это касается автобусов и автомобилей, которые переведены на газомоторное топливо. С 1 января 2014 по 2020 год каждая лошадка под капотом такого транспорта будет обходиться налогоплательщику на 20% дешевле. За 42 против нет, воздержаться нет. Закон во втором числе не принят. На сессии госсовета рассмотрели и изменения в социальные законопроекты. Предупредить наркоманию бороться с незаконным оборотом психотропных веществ. Для этого в республике созданы горячие линии, работают телефоны доверия. Документ о профилактике наркомании был приведен в соответствии с законодательством Российской Федерации и носил больше редакционный характер. Однако и к нему у законодателей были вопросы. Правильно абсолютно. Надо бороться с этими явлениями. Но достаточно много полномочий возлагается на министерство, которое вне всяких сомнений финансирование потребует. Например, мы почитаем внимательно, в том числе открытие горячих линий. Для того, чтобы граждане могли сообщать о том, что у них в подъездах кто-то курит соседи и так далее. Как можно открыть горячую телефонную линию без дополнительного финансирования и средств республиканского бюджета? В данном случае мы просто рассматриваем оптимизацию той структуры, которая существует и возложение обязанностей на те структуры, которые сегодня, в принципе, этой работой уже занимаются. Поэтому мы обосновывали непривлечение дополнительных финансовых средств совершенно сознательно и осознанно. Каждый ребенок нуждается в семье, а детям с ограниченными возможностями просто необходима забота и любовь близких. В республике около 400 детей с ограниченными возможностями находятся в интернатах. За прошлый год ни одна семья в республике не усыновила ребенка-инвалида. В этом году одного ребенка усыновил гражданин Италии. Парламентария в двух чтениях единогласно одобрили проект закона об увеличении единовременного денежного пособия на усыновленного ребенка из числа детей-инвалидов. Гражданам, кто будет усыновлять детей-сирот, пособие будет составлять 375 тысяч рублей. Откуда взята эта сумма? Эта сумма составлена на основе анализа, сколько стоит у нас сейчас ребенок из числа детей-инвалидов для содержания в государственных учреждениях в среднем, и какие же суммы предлагают при усыновлении детей-сирот из числа инвалидов регионы Российской Федерации. Только за шесть месяцев текущего года в республике погибли трое несовершеннолетних из-за отравления газом из зажигалок. Их сейчас можно приобрести в любом киоске и заправить из специальных баллончиков. Чтобы предотвратить эту ситуацию, госсовет Чуваши обратился в Госдуму России с просьбой принять федеральный закон, который бы запрещал продажу газовых зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним. На 15-й сессии госсовета ряды парламентариев пополнил Александр Неконоров, избранный по Козловскому одномандатному округу номер 6. Напомню, депутатское кресло освободилось в конце минувшего года, после того, как депутат Александр Разумов перешел на работу в Россотрудничество. Хотелось бы решать вопросы проблемы сельского хозяйства, проблемы населенных пунктов, Чуваши, сельского, скажем, жителя, потому что дороги и, скажем, поля, которые требуют внимания, имеют место быть, и стоит внимания уделять этим вопросам. Наверняка во время предвыборной кампании избиратели обращались к вам с так называемыми наказами, да? Какие из них на особом контроле, что постараетесь решить в первую очередь? Ну, по крайней мере, я посмотрел, что в бюджете республики не заложены на ближайший год это строительство дороги между Мариинско-Посадским и Козловским районами. Я думаю, что эту тему я буду затрагивать на мероприятия, которые мы в госсовете будем проводить. И этот вопрос будем решать, потому что это актуально, АМ7 очень загружено, а вот два района, которые соединятся с хорошей дорогой, имеют место быть. В одной из прошлых программ мы уже рассказывали о проекте строительства в Чебоксарах памятника жертвам локальных конфликтов, шефство над которым взял на себя спикер парламента Юрий Попов. Наконец, проект перестал быть стопкой эскизов и схем. На месте реального строительства в Парке Победы побывала моя коллега Татьяна Трохимова. На этом месте должен появиться памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. Этого долгое время добивались отчаянные матери, чьи дети погибли, защищая родину на Северном Кавказе. Каждый раз говорят, что Новый год подойдет, мы заложим бюджет и начнем строительство. Это все отговорки. А я им каждый раз говорю, мы-то не отправляли своих детей завоевывать эту Чечню. Забирала, как бы государство посылала. Проект утверждался долго, оправдываются в городской администрации. Якобы поэтому и затянулось возведение нового памятника. Эскиз еще в начале лета предложили матери погибших солдат. Композиция представляет собой полукруг с именами и фамилиями погибших. Вместе с памятником воинам-афганцам он образует единый ансамбль. Деньги на строительство из бюджета не выделялись. Задействованы частные пожертвования. Когда на День скорби матери приезжают с районов, например, каждая хочет увидеть хотя бы высеченную на камне имен своих детей. Объект небольшой, но строительство затянулось. При хорошей работе строительной организации памятник можно поставить за несколько дней, возмущался Юрий Попов. Он остался недоволен увиденным. На месте будущего памятника воинам пока только разрытые ямы. Председатель госсовета выразил сомнение, что мемориальный комплекс появится до Нового года. На улице уже осень и скоро начнутся заморозки. А строить в такую погоду не только неудобно, но и получается не очень-то и качественно. Пока вот это, я думаю, не построим, не поставим память тех ребят, наверное, и продолжаем вести цинковые гробы из Северного Кавказа. Помните, вот недавно в сентябре двоих молодых чувашских парнями похоронили. Чтобы этого не было, нам быстрее вот это построить. И на этом, я думаю, крест надо поставить. Все обещают. Обещают наши городские чиновники и строители, которые взялись за это подряд. Я не очень-то в восторге и недоволен работой ходом строительства этого памятника. Но руководитель строительной организации попытался опровергнуть все сомнения. В списке погибших в локальных конфликтах 125 солдат из Чувашии. И если сроки возведения мемориального комплекса опять затянутся, чиновникам и строителям в очередной раз придется оправдываться перед их матерями. Отмечу, что за то время, пока наша программа готовилась к эфиру, на стройплощадке произошли серьезные перемены. На месте котлована появились мощные бетонные конструкции. Площадка возле монумента была выровнена. Будем надеяться, что и город, и застройщик свои обязательства выполнят и в срок. С 28 по 30 октября в Совете Федерации пройдут дни Чувашии. Республике предстоит презентовать свой экономический и культурный потенциал. Однако главная цель мероприятия – донести до сенаторов Верхней Палаты Российского Парламента законодательные инициативы региона, а также его проблемы. Не только мы и другие регионы проводят эти дни. Понятно, это возможность опять-таки рассказать об успехах жителей Чувашской Республики, о развитии экономики, о сильных сторонах нашего социально-экономического развития, но и где комитеты будут обсуждаться, будут вопросы, и где наши слабые стороны. Вы знаете, что бюджеты напряженные, но с учетом того, что Совет Федерации на сегодняшний день активно сотрудничает, прежде всего, с регионами, это дополнительная возможность на этой площадке, на площадке Совета Федерации достойно представлять самих себя, так скажем, настойчиво, наступательно. В любом обсуждении, конечно, как говорится, меньше просит, но обязательно предложение. И, конечно, межрегиональное сотрудничество. Ну, Совет Федерации сразу обращает внимание. Одну республику, одно образование поддерживать, ну, как-то, так сказать, не будет. А вот если что-то опять объединить в государственном масштабе или по Волжье, ну, это вот то, что нужно, и поэтому любые вопросы, будут даны поручения, они будут выполнены и поднимут вопрос сразу на высокий уровень, на федеральный уровень. О том, как прошли дни чувашей в Совете Федерации, я расскажу в следующем выпуске программы «Законодатели». А на сегодня у меня все. Прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин